Приветствую вас, прочитал вопрос. Давайте разбираться с тем, что у вас произошло. Итак, в браке вы 4 месяца, 4 года, простите, это ребенку вашему 11 месяцев. Браке идет 3 года, у нас 2 маленьких детей, сын 2 года и дочь 1 месяц. Вы знаете, сразу хотелось бы сказать, что при том уровне подробностей изложения, что вы пишете о том, значит, сколько лет с вашим детям, сколько лет вы в браке. Вы совершенно не пишете того, сколько вам лет и сколько лет вашему мужу, а ведь это очень важно. Далее, значит, что-то такая, муж общается с бывшей девушкой с момента их, когда расставание прошло 7-8 лет. Она тоже, да, мой муж, мой муж в более молодом возрасте был очень в нее влюблен, отношения были не другие, 2-3 месяца. Значит, сначала я вообще внимания не обращал на их общение, общаясь и общаясь, чтобы это прошло, ну, в принципе, правильно, особо не интересовалась, но зимой мой муж ушел из семьи. Так, ваш мужчина ушел из семьи, а вы при этом, что вы при этом делаете, чем вы при этом занимаетесь? Почему мой муж ушел из семьи? Вы говорите, что он ушел из семьи, но при этом обсуждаете совсем другое. А из-за чего он ушел из семьи? То, что вы описываете дальше, это всего лишь следствие. То есть муж по какой-то причине ушел из вашей семьи. Если он ушел от вас, значит, между вами были какие-то проблемы, значит, была какая-то неудовлетворенность, либо мужчиной, либо у мужчины была неудовлетворенность, либо у вас была неудовлетворенность какая-то. Понимаете? То есть это, конечно, еще выяснять нужно, но однозначно, тот факт, что у вас, от вас, точнее, ушел муж, однозначно этот факт, позволяет говорить о том, что у вас неудовлетворенность, что имели место быть проблемы, и проблемы имели место быть, скорее всего, скорее всего, довольно серьезные. Так вот, момент заключается в том, чтобы в первую очередь понять причину этих проблем. Момент заключается в том, чтобы в первую очередь определить суть этих самых проблем. И уже только после этого что-то делать дальше. Она его очень поддерживала, помогала в поиске неофициальной работы, чтобы алименты меньше платить. Ихренне нагадовала, почему он должен выплачивать алименты на моё содержание, и советовала развестись, немедленно развестись. Ну, здесь ситуация такова, что мужчина, как я понял, если я вот правильно вас понял, здесь ситуация такова, что мужчина просто нуждался в поддержке, и он эту поддержку, в принципе, получил. Он получил поддержку от этой вот женщины, от своей бывшей девушки. Она его поддерживала, потому что у неё есть свой интерес, и в данном конкретном случае не особо имеет значение, какой именно интерес. Главное, что этот интерес вообще есть, вот. А, значит, мужчина просто, ну, видимо, ему не к кому было обратиться больше, ему не с кем было разделить вот свои проблемы. А сам он своей проблемой оказался решать, ну, негатив по какой-то опять же причине. То есть эта причина, она известна, к сожалению, только вам, на самом деле. Да, потому что, ну, вы выбирали себе такого супруга, такого мужчину. И, соответственно, если вы не прикладывали усилий для того, чтобы разрешить проблемы, которые у вас были. Ну, между вами, да, и супругом вашим. То тут, конечно, момент заключается в том, а вообще, только ли супруг несёт ответственность за то, что вот между вами происходит. А как же вы, вы же, вы же, по какой-то причине позволяли мужчине, как вы говорите, себя обижать, там, позволяли ему быть невнимательным по отношению к вам. Ну, позволяли ему, наверное, ещё какие-то вещи не очень хорошие. Для вас, конечно же. И в этом есть определённые причины. Так, и тут началось у него, как ненормальный, писал ей, как славит её от своих бабочек, как она дорогой и важный человек, ради неё надо славить любовь и т.д. Всё это удалось от неё, она мне скинула переписки, чтобы я не была против развода. Значит, советовала иметь гордость и не навязываться мужику, а дать ему возможность жить счастливой жизнью. Ну, понимаете как, здесь, конечно, ситуация такая, довольно, я бы сказал, деликатная, деликатная, в общем, ситуация, потому что, с одной стороны, вроде бы, она делает какие-то вот такие довольно адекватные вещи, да, то есть она действительно, может быть, хотела бы, чтобы... Он жил счастливой жизнью, действительно, она, может быть, хотела, чтобы всё было хорошо у него, вот. Но, она, по сути, по сути, она вмешалась в вашу личную жизнь. А это не есть хорошо, это в любом случае неправильно. Вот, в любом случае. Поэтому, такие вопросы, как развод, там, что-то ещё связано с вашей личной жизнью, вам нужно лишь раз, непосредственно с мужем и только с ним, ни с кем больше, вообще. Только с мужем. То есть, не нужно, чтобы кто-то за вас принимал решение по, вот, ну, по этому вопросу. Вот. И очень плохо, что вы, подавшись вот этому вот посылу этой женщины, да, не важно, опять же, совершенно не важно, какую цель она преследовала, совершенно не важно, для чего она всё это делала, совершенно не важно, для чего она это делала, вот. Вот. Но, значит, тем не менее, тем не менее, вы, как бы, прислушались к ней, да, да, вы прислушались к ней, и вы хотели, значит, ну, захотели развестись. Просто потому, что она, эта женщина вам как-то вот, ну, дала информацию. При этом информация эта, она не учитывала, например, эмоционального состояния мужчины, допустим. Информация эта не учитывала того, чего он хочет, и вообще, и вообще непонятно было, как сам молодой человек, возможно, относился ко всей этой ситуации, как он её видел, как он её воспринимал и так далее. И поэтому, поэтому, я думаю, что здесь вы поступили, конечно, несколько опрометчиво, согласившись на развод. То есть, по сути, сделав так, как хотела эта женщина, по сути дела, по сути дела, уступив ей и признав её правоту, вот. Это не было правильной позиции для вас. Потому что это именно то, хотя бы, чего хотела эта женщина. А вам, ну, вам не надо было делать то, чего она хочет от вас, потому что, если она чего-то хочет, значит, это в её интересах, если она получает, значит, вы продвигаете её интересы. Вот. Ну, вам бы свои интересы продвигать, а не чужие. Понимаете, да? Надеюсь. О чём идёт речь. Он говорит, эээ, так, эээ, я хотела сама подать, эээ, так-так, когда узнала о формате их общине, все мои надежды жукнули, но спустя месяца два он вернулся в семью, а сгоренного разговора не было. Так, ну, здесь опять, эээ, непонятно. Эээ, тоже, эээ, совершенно непонятно. То есть, эээ, вы говорите, что... Вы хотели подать на развод. Вы говорите, что вы хотели подать на развод. А-а-а-а, но через два месяца он вернулся. То есть, как-то вот непонятно, вы хотели подать на развод или вы всё-таки дожидались, эээ, его возвращения? Понимаете, эээ, как-то вот неясно вообще, эээ, не ясна эта ситуация. Вы, если хотели на развод подавать, так, эээ, нужно было подавать на развод. Вы, если хотели разводиться, разводиться, так это нужно было делать. Если вы не хотели разводиться, так, эээ, соответственно, и, эээ, не нужно было тогда разводиться. То есть ваша позиция не ясна, Сергеев. Вы сами чего хотели сначала, либо вы пребывали в нерешительности. Просто понимаете, что если вы пребываете в нерешительности, то это говорит о наличии у вас неуверенности в себе. И, соответственно, если вы в себе не уверены, то отсюда могут быть ваши проблемы, о которых вы пишете. То есть это не человек виноват, не тот, кто разлучил вас с мужем. А проблемы начались еще более в родном этапе. Далее. Почему не было откровенного разговора? Почему вы не настояли на том, чтобы он попросил прощение за причиненную боль? И если для вас это важно, действительно важно, вот если прям вы чувствуете, что это вам необходимо, чтобы он попросил у вас прощение, вот. Если вы чувствуете это, то почему вы не попросили прощения у него тогда? Почему вы у него не попросили прощения, да, за свои поступки, а он не попросил прощения у вас за свои? То есть, у нас почему не было откровенного разговора? Вы то просто приняли его и все? Просто приняли его, вот. Ну, ты вот такой, ну ладно, ну, пришел, ну, что ж, ну, хорошо. Я рада тебе. Давай будем дальше жить, как будто ни в чем не бывало. Так, что ли, был? Или как? Кстати, просто непонятно, непонятно. Ваша правительство, она неизна. Для меня, по крайней мере. То есть вы сами хотели чего-то. Одного, наверное. Мужчина вам этого не давал, но вы не решались, и не решаетесь до сих пор заявить ему о своих желаниях. Почему? Опять вопрос. Почему вы не решаетесь это сделать? А потому-то, вероятнее всего, боитесь, вероятнее всего, вы боитесь остаться, например, одна, вы боитесь, что не будете никому нужны, и так далее, и так далее, и так далее. Но эта позиция, эта позиция, она не совсем адекватна. Потому что, по сути, она ставит вас в зависимости от мужчины. Ну и это, в общем-то, могло бы хорошо объяснить то, почему вы такую вот довольно, ну, довольно, довольно пассивную позицию заняли по отношению к мужчине, своему к мужчине. То есть, он вас предал, да, он ушел, он, там, слиставал с другой женщиной, вот, и делал, что хотел, а вы, значит, его просто приняли, и все. Вот, просто приняли, без даже, без откровенного договора. Ну, вы же, вы же, наверное, понимаете, ну, я надеюсь, что понимаете, вы же понимаете, что если не разговаривать, если не говорить, то проблемы, которые у вас были, между вами были проблемы, они не ищутся, они останутся, они никуда не денутся, и мужчина, вернувшись к вам, он уйдет вновь, и не потому, что вы, там, плохая, обязательно, а потому, что просто проблемы-то, они никуда не денутся, они остались, вы их не решаете, проблемы, и вы ведете себя так, что мужчине и не нужно решать проблемы, вы ведете себя так, что мужчина понимает, ага, ну, вот она все понимает, она все принимает, она от меня ничего особо не требует, поэтому я, зачем извиняюсь, мы должны просить прощения, вот, значит, повод ухода был надуманным, небольшая отзора, вышел покорить в тапках, так и взбросил на два месяца, здесь тоже непонятно, надуманное это ваше мнение, или это, или это что, откуда, как вы поняли, что повод для ухода мужчины был надуманным, вы это сами с чего взяли, это для вас, может быть, повод был надуманным, а для него, может быть, это было очень важно, вот, ну, и потом, можно говорить о том, что мужчина, который вышел покурить в тапках, так и взбежал на два месяца, может считаться серьезным человеком, надежным мужчиной, причем, что он оставил своих детей, да, вот, просто вот оставил детей, и все, за время отсутствия не помогал, ну, ну, было и прошло, ну, вот, вот это вот, ну, ладно, было и прошло, это и самая большая проблема, потому что, это не ну ладно, это не было, и прошло, это было, но не прошло, если это погадает характер человека, его отношение к вам, и оно, это отношение, как ни печально, осталось делать лучше, да, отношение в эпидемии стали намного лучше, атмосфера изменилась, супруг стал более ответственный, перестал обижать меня, но раньше он вас обижал, а вы позволялись, а теперь он перестал вас обижать, но вы и доставили студию, значит, это зависит не от вас, и значит, он, в будущем, может опять начать это делать, если у него, появится для этого, по его мнению, возможность, их милое общение возобновилось, впечатлило, то есть, общение вашего мужа и своей девушки, значит, он не удовлетворен, значит, вы ему нужны, поэтому он стал внимательным, но его потребности, они отдали с неудовлетворенными, он удовлетворяет их с этой девушкой, возможно, у него до сих пор незавершенные отношения с ней, возможно, она специально им играет, специально привязывает его к себе, чтобы он был с ней, чтобы он по ней страдал, чтобы у нее повышалась самооценка, кто знает, но, факт остается фактом, вы не единственная в его жизни женщина, и вы позволяете себе быть такой, вот когда вы говорите, ну ладно, было и прошло, хочется спросить вас, почему вы так относитесь к тому, что мужчина вас бросил, значит, почему вы так относитесь к очень серьезной проблеме, так, опять строчит ей, как любит, скучает, опять ей о своих бабочках, ну, значит, так как раз он не любит, получается, я подобного от него не слышал, ну, вам он в любви не признается, значит, шусти у него к вам нет таких ярких, а это означает, что вы соглашаетесь на то, чтобы жить с мужчинами, которые вас не любят, как любит, начинает писать ей мемуары, придет из себя, в шею добавляет их, ну, правильно, алкоголь снимает границы, снимает наш хит, снимает контроль, и, в общем, человек делает то, что он хочет, а потом алкоголь перестает действовать, и человек опять действует, как надо, не как хочу, а как надо, а теперь, и абсолютно адекватно, пишет, предлагая встречу, хочет созвониться, а не изменяется с ней, только потому, что она не дает, у нее хороший муж, просто она любит, внимание, мужчин, откровенные фото, в соцсетях, яркий макияж, кожаная короткая юбка, брови, живущие своей жизнью, ресницы тоже свои, вот это вот, последнее вы их все, зачем написали, для чего, в какую цель вы это написали, в какой смысл вы это, вы вкладываете, написать, какая она привлекательная, ну, не знаю, не получилось у вас, это дело вкуса, кому-то нравится, кому-то нет, хотите сказать, что она лучше вас, это проблема в самооценке, это правильно вам сказал коллега, понимаете, что мужчина не изменяет ей, только потому, что она не дает, вопрос, что вы делаете с ним, с этим мужчиной, и почему не разводитесь, почему терпите такое отношение, к себе, может потому он, и ведет себя так, с ней, что вы терпите такое отношение, к себе, что вы не цените себя, не любите себя, не относитесь к себе, ценностно, и из-за этого мужчина, не чувствует себя с вами мужчиной, вы подумайте, он, с какой целью, висит этой женщине, с какой целью, зачем, чтобы подтвердить себя, мужчиной, он хочет, чувствовать себя, мужчиной, с вами, он себя, не чувствует так, вот, и вопрос, почему, вы знаете, какой мужчина, ваш муж, то есть, какой он мужчина, с какой женщиной, чувствует себя, мужчиной, можете вы быть, для него, такой женщиной, подумайте, что получает муж, от общения с ней, вот, с этой вот, девушкой, и, скажите, могу ли я дать ему это, лучше, как от меня, полнее, вот, ему нравится, выживающий наряд, нравится, когда, надо с собой следить, а вы этого не делаете, допустим, ну, это просто, как пример, так, значит, муж говорит, что все нормально, они друзья, ничего такого, в этом нет, ну, это понятно, это говорит вам, потому что, знаете, вы этим удовлетворитесь, меня их дружба, нервирует до сходства, как быть, я не знаю, мне, 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 мерзко, так, а, почему нервирует, вы своего мужа любите, вы об этом не написали, если любите, но навеком вы хотите, чтобы он был счастлив, если хотите, чтобы он был счастлив, то хотите, чтобы он чувствовал себя мужчиной, в той форме, которая доступна ему, которая нравится ему, для этого нужно, да, Дима, вы этого не даете, и при этом вы оживаете, чтобы дружба прекратилась, но это не меняет проблемы, это не убирает проблемы, потому что мужчина ушел, из сети, еще до того, как начал, ага, откровенно пременоваться в любви, к этой девушке, да, он общался с ней, может быть, но общение, это просто общение, не надо, то он на вас, живет он с вами, и вначале, это было действительно, просто дружеское общение, да, но проблемы у вас, в вашей семье, были до этого, не ощущал он себя мужчиной с вами, до этого, до того, как началось это все, то есть не в дружбе дело, и потом, если он так тебя ведет, значит, ему, вы не удовлетворяете его, и он закончит дружбу с ней, и будет в другой, общественно, ну это, вот, так, на моей просьбе сменить формат общения, или прекратить, может мне орать, я зазвать, очевидный прием, лучше защита нападения, нет, 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 это очевидное проявление того, что вы, в своей претензии, забираете у него, у мужчин, возможность, чувствовать себя таковым, поэтому агрессия, вы лишаете его удовольствие, несет ему удовольствие, значит, вы ему удовольствие, не несете, и встает вопрос, можете ли вы, нести ему удовольствие, или нет, можете ли вы удовлетворить его, или нет, вот, тем момент, на месте, нет, это не нормально, вы, нормально, в том плане, вы нормальные, что, ваша реакция на общение, вашего мужа с другой, вполне естественная, но не нормальные, в том плане, что вы не хотите ничего менять сами, опять же, как, сказал вам мой коллега, вот, как себя вести, вести себя, отчерденно, нужно, хочется общаться, пусть общает, а вы общаетесь, с другими мужчинами, больше времени, уделяйтесь себе, дабойтесь о себе, о себе, следите за собой, вспомните, какая вы женщина, вы забыли, наверное, об этом, потому что у вас, и мать, и жена, вы, и так далее, всегда были о том, какая вы женщина, помните, 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 почему мужчина выбрала, и дайте ему это, вновь, ощутить, если он вас любит, если у него к вам, чувство оставит, он проявит, он проявит это, если нет, то значит, такую семью лучше, прекратить, такой семью, не сдаюсь, лучше разорвать, потому что вам, кроме, падения, самооценки, это ничего не даст, вообще, прекращение быть в дружбе, вам, не принесет, никакого результата, дело не в дружбе, на самом деле, дело не в дружбе, его, с этой, девушкой, дело именно в том, какие отношения у вас, знаете, между вами, почему мужчина может позволить себе уйти, от вас, вот так, и не бросить при этом разрушения, да, и не объяснять, своего поведения, и вообще вести себя так, как будто это нормально, в общем дело, почему вы так себя поставили, чему вы так себя зарекомендовали, вот это вот важно, на этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду я помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго, и удачи.